Всем привет! Мы с вами продолжаем решать пазл с загадками. Сегодня у нас четвертый пазл серии «Усадьба с призраками». Это «Винный погреб». Давайте перейдем к решению. Сегодня у нас Escape пазл номер 4 «Винный погреб». Уровень сложности сборки 3 из 5. Уровень сложности загадок 2 из 5. Давайте его распакуем. Внутри находится QR-код, который необходимо сочетать для того, чтобы получить инструкцию по данной головоломке. Перейдя на сайт, выбираем нашу серию головоломок, и у нас открывается история «Усадьба с привидениями». Если кратко, то главный герой утром читает газету, находит объявление о продаже усадьбы, цена слишком низкая, его заинтересовало. Он приезжает посмотреть усадьбу, заходит внутрь, двери исчезают, и появляются призраки. Призраки говорят, что они хотят сделать зелье, и для зелья нужны 6 ингредиентов. Вам необходимо решить 6 пазлов для того, чтобы найти все эти ингредиенты. И у нас в каждом пазле из этой серии, в каждом 6 пазлов, у нас будет секретный ингредиент, который необходимо найти при помощи координат. У нас на каждом пазле существует система координат по периметру этого пазла, и решая 4 загадки, которые мы также сами должны найти, мы поймем, где находится искомый ингредиент. Было бы логично, что на системе координат нам необходимо найти только 2 точки, и на их пересечении будет искомый ингредиент. Но на самом деле у нас каждая точка практически дублируется. То есть у вас может быть красный цвет, например, здесь, и красный цвет здесь. Поэтому давайте соберем пазл и перейдем к решению. Всего у нас должно быть 4 загадки. Перейдем к сборке пазла. Сразу скажу, я собираю пазлы очень медленно, и на данный потрачу, наверное, минут 10, может быть, 15. Хотя, по идее, он не очень сложный. Но посмотрим. Итак, пазл у нас собран, можем приступать к решению. Задача заключается в том, чтобы найти 4 загадки, после решения которых мы получим 4 координаты. И эти координаты укажут нам секретный ингредиент. Давайте стекать время. А если вы также, как и я, увлекаетесь головоломками, хочу порекомендовать отличный магазин головоломок cttstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика, от 2х2 до 21х21, от бюджетных моделей до топовых. Любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Также на некоторых кубиках вы можете заметить специальное обозначение. Горящие скидки 30% на данную модель. Также хит, это значит, что данный кубик очень популярный. И значок магнита говорит о том, что данный кубик является магнитным. Благодаря этим значкам намного проще ориентироваться, намного проще выбирать нужную модель. А также множество других интересных и необычных головоломок. Как это мегаминксы, пираминксы, мегаморфиксы, пираморфиксы и различные модификации этих головоломок. А еще при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, мирорблокс и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин cttstore и на их группу вконтакте, где вы сможете узнавать о новых акциях и распродажах. А также новости из мира спидкубинга. Рекомендую подписаться. А мы перейдем к решению нашего пазла. Старт. Время пошло. Я сразу хочу обратить внимание на вот эти бутылки. Я когда собирал, сразу их заметил. Дело в том, что у нас на одной из бутылок есть вопросик. И по аналогии с первым пазлом, где нам необходимо было складывать цвета, у нас здесь получается так же. Желтый плюс синий получается зеленый. Красный плюс желтый получается оранжевый. Красный плюс синий получается фиолетовый. Соответственно, первая точка это фиолетовый. Вот здесь. Либо здесь у нас фиолетовый. Так, вот так. У нас фиолетовый есть здесь, здесь и здесь. Соответственно, у нас либо вот этот столбец, либо этот ряд, либо этот ряд. Давайте посмотрим, что у нас есть, в принципе, на этих координатах. Если этот столбец, то это либо мышка, либо багет. Если этот ряд, то у нас получается либо виноград, либо сыр, либо сыр. Если этот ряд, то у нас получается паук. Мне кажется, более вероятно паук, потому что он находится на одной отдельной клетке, а здесь у нас много ингредиентов на одной клетке. Соответственно, если у нас попадется вот эта клетка, Это может быть либо виноград, либо сыр. Если это клетка, то это либо оранжевый сыр, либо белый. Здесь, в принципе, может быть багет. Но, опять же, багет не помещается в одну клетку, и мне кажется, это маловероятно. Мышка тоже очень вряд ли. Хотя, может быть, и мышка на самом деле. Но, опять же, она не помещается в одну клетку. То есть, я предполагаю, что это будет паук. Но давайте решать следующую загадку. Следующая загадка, которая, опять же, обнаружила время сборки, это вопросик, который находится вот здесь. И у нас получается, опять же, полукруг плюс полукруг равняется круг. А здесь у нас получается уголок, 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 уголок. Четыре уголка. Это либо ромб, либо квадрат. Давайте искать, есть у нас ромб или нет. Потому что в некоторых пазлах были ромбаны, а некоторых их не было. Соответственно, у нас здесь будет либо ромб, либо квадрат. 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 Ромба нет. Соответственно, у нас есть четыре квадрата, и у нас очень много точек получается. Давайте смотреть. Если вот эти квадраты, у нас пересечение вот с этим фиолетовым, это либо багет, либо разбитый бокал. Разбитый бокал вряд ли, соответственно, это, скорее всего, багет, если это координаты. Мышка у нас уже отпадает. Если у нас вот этот фиолетовый, то это у нас получается вот квадрат. Это паук, кстати, пока еще остается паук. Либо вот этот квадрат. Здесь просто кусок двери, то есть это точно не эта точка. У нас еще вот этот фиолетовый и вот этот квадрат. Здесь у нас пересечение, получается пробка и бокал. Это маловероятно. Где у нас еще осталось что? А, вот еще. Квадрат и вот этот фиолетовый. Здесь у нас получается сыр и виноград. В принципе, может быть, но здесь у нас несколько ингредиентов на одной точке, и это маловероятно. А, и опять же, у нас здесь напротив фиолетового находится оранжевый, а мы с цветом уже определились, потому что у нас для того, чтобы найти 4 загадки, у нас в результате решения из загадок будет цвет, буква, символ и цифра. В данном случае мы цвет уже нашли, значит, оранжевый быть не может. Соответственно, это точно не вот этот квадрат. И что у нас в итоге остается? У нас остается либо багет, либо паук. Я больше склоняюсь к пауку. Но, тем не менее, багет мы пока не откидываем. Это может быть. Мне кажется, если бы был багет, более вероятно был бы вот этот багет, потому что здесь он практически полностью помещается, а здесь кусочек багета. У нас же эта точка пока остается. Так, фиолетовый и квадрат. Да, пока эта точка остается. Мы ее не отбрасываем. Но я все-таки больше склоняюсь к пауку. Так, мы потратили 3,5 минуты. Смотрим дальше. Что у нас еще есть? Нам необходимо найти цифры. А, кстати, давайте посмотрим. Здесь у нас получается, если у нас пакет фиолетовый, здесь буква, и здесь буква. Этого не может быть, потому что у нас не может быть на пересечении двух букв. Вот мы с вами и решили. У нас получается... А, сейчас это перепроверим. Фиолетовый, 7, квадрат, буква. Это у нас паук. Так, мы в итоге за 4 минуты решили головоломку. Мы уже точно знаем координаты. Других координат быть не может, но, тем не менее, давайте искать следующие загадки. У нас остается цифра и буква. Цифры я вижу вот здесь. 12, 6, 5, 4. Здесь было бы логично 3. Давайте найдем у нас... А, у нас тройка не может быть, потому что у нас здесь семерка. Соответственно, почему здесь эта тройка может быть? 12, 6, 5, 4. И вопрос. То есть, что у нас здесь должно находиться? Было бы логично, что здесь находится тройка, но это не тройка. А что у нас здесь? Это гвозди. Это гвозди, вбитые в доску, в дверь. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Так, у нас получается 6 гвоздей, шестерка, 7 гвоздей, пятерка, 8 гвоздей, четверка, 5 гвоздей, вопрос. Ну, точнее, не вопрос, мы знаем, что это будет семерка, но почему семерка? Нам нужно решить закатку. Давайте посмотрим, может быть, у нас еще где-то цифры есть. Вот здесь похоже на цифры, но непонятно, это цифры или нет. Но что вот это похоже на пятерку... А, нет, это вино у нас написано. V-I-N-O, вино. Я вижу надписи. Вот здесь написано PAX. Я не знаю, что значит PAX. Вот здесь написано ROM. Но было бы странно, если бы у нас здесь были цифры, а нам в итоге пришлось считать бутылки, поэтому бутылки считать не будем. Вот здесь у нас на бутылках ничего не подписано, хотя в одной из политических загадок у нас на полениях были отметки, их нужно было считать, но здесь не так. А, у нас получается 6 плюс 6 это 12, 7 плюс 5 это 12, 8 плюс 4 это 12, и получается 5 плюс 7 это 12. Все, следующую загадку мы решили. И теперь нам необходимо как-то подогнать под букву Е, либо английскую букву И. Давайте искать надписи. Опять же, у нас надпись есть вот здесь. Написано PAX. Разобрался немного. PAX, ROM и вино. Больше надписей вообще никаких не вижу. Хотя нет, вот здесь есть еще надпись, но она такая маленькая, что вообще не разглядеть. J.F.I.K.E. Непонятно, J.F.I.G.E. какой-то. Или L.E.F.I.G.O. Л.E.F.I.G.E. Ладно, эта надпись вряд ли будет использовать, потому что она трудно читаемая, вряд ли сделает бы такую загадку. Соответственно, у нас вино, ROM и PAX. Давайте посмотрим, какие у нас в принципе есть координаты, какие у нас есть буквы. Из этого будем сходить. У нас U, I, E, A, I, A, U, E, O. Либо это нолик, либо O. Но мне кажется, больше это буква O, потому что нолик у нас... Хотя это может быть и ноль. Но ноль вряд ли был, потому что обычно таких загадок нужно считать, и вряд ли это был бы ноль. Но тем не менее, это может быть. Соответственно, у нас буквы U, A, I, E, E, O. Что это может быть? Вино, ROM, PAX. У нас ни в одном из этих слов нет буквы И. То есть вот мы подогнали наше решение под букву И. Соответственно, вот наша буква И, и вот наш паук. Стоп. Прошло 8 минут 44 секунды. И по факту мы решили головоломку за 4 минуты, потому что мы уже точно знали, что у нас никакие другие координаты не подходят, кроме вот этих. То есть у нас точно паук. Других вариантов быть не может. Посмотрим решение на сайте производителя. Перейти к решениям. Вот у нас один и погреб. Они здесь не по порядку почему-то идут. Итак, первая это дверь. Решение 7. Это мы нашли. Далее 3 слова. Вот как раз таки. А что здесь все слова? Пекс, ром и вино. Да. И в чем заключается загадка? Необходимо найти букву. Не хватает одной гласной латинского алфавита, но какой? Обрати внимание на слова в решении, чтобы найти ответ. В трех словах встречаются все гласные, кроме буквы Е. Так, дальше смотрим. Стеклянные банки, но здесь было несложно. Квадрат. И здесь было максимально просто фиолетовый. И решение это у нас паук. Все, мы решили головоломку. Картинка красивая, мне она понравилась. В следующий раз у нас будет пятая головоломка. А пятая головоломка у нас... А что это такое пятая головоломка? Тяжело разобрать. Давайте посмотрим лучше здесь на сайте. И здесь уже сразу может посмотреть. У нас здесь и координаты есть, и загадки. На самом деле можно эту картинку смотреть и решать по факту. Потому что у нас на этой картинке есть координаты Потому что если просто смотреть на картинку на коробке Здесь координат нет Соответственно, даже если вы решите загадку По вот такой маленькой картинке Вы не найдете координаты и, соответственно, не найдете секретный ингредиент А здесь можно найти А, ну единственное, что нам придется линейкой проводить прямые линии Для того, чтобы найти их пересечение А здесь у нас просто клеточки Я подозреваю, что, скорее всего, вот здесь будет загадка С этой ракеткой Явно будет загадка с цветами Ну что, 6, 5, 5, 5. Вот здесь, кстати, будет интересно. Здесь, мне кажется, уже будет не так просто. Вот здесь есть цвета и цифры. Интересно. Коньки. Ну, коньки вряд ли будут использоваться. Часы, возможно, будут использоваться. Здесь тоже есть цифры. Да, с цифрами будет много загадок, по-моему. Ладно, посмотрим. А, кстати, давайте первым предугадать, каким будет секретный ингредиент. А, возможно, это будет золото. Да, это, скорее всего, будет золото. Вот у нас золотая медаль здесь, золотая медаль здесь. Я предполагаю, что будет вот эта золотая медаль. Либо вот эта золотая медаль. Но мне кажется, все-таки вот эта, она побольше. И мне кажется, она будет располагаться как раз-таки вот где-то в этом квадратике. Скорее всего, либо в этом квадратике. Да, я предполагаю, что где-то здесь будет находиться золотая медаль, и она будет секретным ингредиентом золота. Но посмотрим в следующем видео. Подведем итоги по данной головоломке. Задания начинают повторяться. В первом пазле мы складывали цвета. Красный плюс белый получался розовый. Здесь мы также складываем цвета. То есть это задание точно такое же, как в первом пазле. В третьем пазле мы складывали элементы буквы. По-моему, у нас была буква B английская, если не ошибаюсь. Либо A, либо O. Я точно уже не помню, но тем не менее, мы складывали элементы буквы. Здесь мы складывали элементы геометрической фигуры. Квадрат. И поэтому решать головоломки становится уже не так интересно. Да, здесь было оригинальное задание с гвоздями. Очень странное задание с недостающей буквой. Пазл вроде бы интересный сам по себе, но задание начинает повторяться. Я понимаю, что в пятом-шестом пазле, скорее всего, тоже уже будет повторяться задание. И я думаю, что пятый-шестой пазл мы просто соединим в одно видео и закроем уже наконец-то тему. Мы наверняка не узнаем, что с зелью у нас получилось. У нас будет просто шесть ингредиентов. Было бы интересно, если бы на сайте производителя можно было ввести шесть ингредиентов и получить финальное зелье, которое что-то дает. Но, к сожалению, такого, насколько я понимаю, не будет. Мы просто откроем шесть ингредиентов, и на этом все закончится. Тем не менее, надеюсь, вам видео понравилось. Если так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал. Ссылка вниз в описании. Также в описании ссылки на мой Дзен, на мой Телеграм, на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.